Честь и простор Голубей синие струится дым С плывущих мимо крым Давай с тобой поговорим Да, ты, приятель, спишь Спасибо Юго-Восточная Азия Год сорок пятый война В прошлом недавнем гимназии Но как повзрослела она Девочка этой из Англии Внучка княжны позвала Сделала все, как в Евангелии И офицера спасла Вывезла будто умершего В Индию борт отпросив Через начальника смершего И дальше в Минбельский залив Мнилась его автаназия Но не сдавалась она И Юго-Восточная Азия И чья-то чужая страна Там за четыре года Как в кружке спинт разлитых Не изменилась мода На френч и кальфе Поет без подзавода С пластинки Марлен Ти-3 Для выпившего с прода На берегу в кафе Тут фильм полет парусиновый Воздух пропитан тоской Из самолетов бензиновый Запах дороги домой Здесь за морями бедными Мне не остаться с тобой Встретимся после победы мы Я офицер боевой Дум глаза вздрогнули в опости Вырвав у девушки сон Ждал его в образе пропасти Северо-западный фронт Не была суриканмия Игона благов перей В день тот советская армия С боем входила в Берлин И встретила утрапа Маруся в черном блеске Ни сына, ни героя Предателя страны А дальше поэтапу Поля и перелески И облаком настроя Нарлаговские сны Но сроки когда-то кончаются Смерть откружила над ним Он не погиб, не отчаился Оборотился другим Он теперь кружит над глобусом Что-то Хрущев нам кричит А он управляет автобусом И дома все больше молчит И только засыпает К бенгальскому заливу Он может опускаться И девушка к нему Открыто улыбается Идет неторопливо И долго просыпаться Не хочется ему там за четыре года Как в кружке спинт разлетых Не изменилась мода На френче глифе Поет без подзабота С пластинки марлянки 3 На берегу в кафе Аплодисменты 3 Я сидел У тусклой лампы До вас на пусть поднял Давний запах дальних мест я гулял По синим суперкам без дна возвращаясь В разрезованный подъезд Кто-то ждал меня А может и не ждал Поставленный флаг Не запертую дверь Кто-то знал про все А может и не знал И вот Теперь Так живо дома Ставь Мы пили с ней вино Могли бы лет до ста Мы целоваться Но Краток речной маршрут Кончилась Крич гора Поздно И дома ждут Пора Вдоль Москвы реки Из сонного Кремля Я скольжу Пустым пространством Мостровых И не смотрит Светофоры На меня Сбезразличут Поставых На выходных Первому утро Быт Замяром города Покрывает Разгоревшихся восход И мне кажется Что было так Всегда Всегда В тот год Над животом Мастер Мы пили с ней вино Могли бы лет до ста Прицеловаться Но В тот Краток речной маршрут Кончилась Крич гора Поздно И дома ждут Пора Будет Зимний весел Карусель Проплывать Неоднократно Мимо нас Будут Петь вокруг Стареть Делить Постель Не ждать Бог даст А небесный Калькулятор Ни на миг Не запьется И мгновенье Как вино Читает И прольет Что не вместит И вот Оно Под животом Мазда Мы пили с ней вино Могли бы лет до ста Мы целоваться Но Краток земной маршрут Читает Кончилась Конч-гора Если Нигде Не ждут Пора Дадададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, в редакцию пришло письмо. Билет на ваш концерт – это подарок мужа на 8 марта. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Ну и скажите, что тогда? Владимирский садрал? Я могу без микрофона. Да что вы! Олег Митяев-Гений! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И как раз мечты сбываются здесь наезде. Да, спасибо. Можно послушать принцессу? Можно послушать принцессу? Подойдете, Тордеон? Лето – это маленькое. Давно писали, наверное, или еще написали. Так, а вот, ой, с бородой какой. Смотрите, пожалуйста, в песню «Поручик». «Поручик» правильно написан. Расскажите историю ее написания. Ну, мне кажется, я уже все так рассказал. Сейчас боюсь повторяться. Те, которые уже знают, они скажут, «А, что нового-то нет еще?» Первый раз мы с вами встретились в Казани во дворце молодежи в середине 80-х. Я вам даже больше сказал, 82-й год это был. Среди бардовских вы выглядели супер. Молод, хорош собой, черная водолазка, джинсы. С тех пор, взрослеем мы вместе. И с годами, видимо, ни я, ни вы. Вы на сцене, я взглянусь. Уважаем. Слава Богу, а то, знаете, сейчас подвели бы. Вот видите, уже раз. А че, 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 че? Спойте, пожалуйста, авиатор Таганай, Света и Саша. Видите, какие вы знаете песни. Я уже их забыл. Привет от землячки. Грею, потому что ваши песни. Люблю город Таганай. Просит, вообще есть здесь подожди кто-нибудь? Мне кажется, из Челябинска вся. Тут приезжал немецкий бард, Вольф Бирман, в Москву. Такой, он, как окружал он там. И он смотрит, вот вы русские, а мы немцы. Вот как-то и все. А в зале-то были все немцы. Потому что они там не могли попасть, а тут пришли на концерт. И он, вот вы русские. А русских были я и Никитин. Не будете ли так любезно спеть тот день? Очень жизненная песня. Тот день. Ой, там Леонид Марвольев такую аранжировку сделал. В этом. Вот на диске, по-моему, крепить шлюх скоро лето. А это есть все на МРЗ. Вот это. Я так шучу, не все знают, что МРЗ. Это женщина вот одна. Как-то купила, говорит, 4 диска называются одинаковые МРЗ. Вот. Я поставил, думаю, не работает. Я говорю, МРЗ. Я говорю, так это гражданочки, это же надо аппарат для МРЗ. Или в компьютер. И я так хвастался, так шутил. И потом пришла записка в каком-то городе. Спойте такую-то песню, и подписано, женщины за зол. Вот я думаю, секретный завод какой-то за зол. Оказалось, это женщины за 30. Есть еще женщины за чок. Так, Олег, вы и ваши песни как талисман для нас. В дальние дороги мы ставим ваш МРЗ и слушаем наши дети. С детства знают. То есть, а куда им деваться стоит? Конечно, все любили группу «Звери». У нас два сына и песня про маму, их любимая. Конечно, вы оставите чаще, чем... Спасибо вам за творчество. Спасибо. Да, про маму-то. Душ прям ревет. Так, Леонида Маргулина, замечательного музыканта. Очень уважаю. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни. Спасибо. Другие против. Какой хулиганский поступок вы совершили последним? Это еще перед тюрьмой. Я как-нибудь что-то, по-моему, не совершил ничего. Я еще только сейчас собираюсь. Нет, собираюсь какой-то хулиганский поступок какой-нибудь. Отчебучить. Не получается пока. А какой? Если можно, расскажите, как вас свела судьба Серегы Алексеевым? Значит, хороших музыкантов всегда судьба сводит. Просто, как мы так разговаривали, да, про бемоли. И познакомились. Да здравствуй, друг. Катя. Катя, вам так повезло с Серегой Алексеевым. Мы вас поздравляем. Горько. Так. Вы впускали ли вы в последнее время авторский альбом? Нет, вы знаете, мы как раз сейчас только собираемся выпустить авторский альбом. Спасибо.